сегодня попробуем приготовить рулет из свинины с овощами принципе начинка может быть любая у нас вот тут чисто то что было под рукой маленькие болгарские перчики немного лука и чеснока если вы хотите делать с грибами с баклажанами это принципе процесс будет тот же самый значит мясо здесь у меня это часть шеи свиной вот вот такая большая плоская мышца я его вырезал и принципе из нее можно если немножко над ней поработать что мы сделаем чуть чуть позже можно будет надеюсь что можно будет сделать значит основание для рулета специи самые обычные кумин красный черный перец соль остальное все по вкусу значит следующий этап сейчас нам нужно будет этот кусочек отбить и сделать его более таким более подходящим для того чтобы можно было заворачивать ну вот после того как мы значит порезали наши овощи для пассировки разогретую сковороду наливаем растительное масло мы обычно используем оливковое но это дело вкуса и начинаем обжаривать сначала бросаем лучок даем ему немножко подрумяниться а затем чесночок и сразу за ним перец вот наш лук уже обжарился полупрозрачный теперь мы бросаем чесночок буквально на пол минутки чтобы он схватился и и сразу же за ним можно можно бросать перец теперь обжариваем все вместе пока перчик немножко не схватиться этого достаточно наша зажарка спассировалась посыпаем немножко свежим молотым перчиком выключаем огонь и по желанию на любителя можно добавить свежей зелени это пир у нас петрушка все оставим это остужать переходим никогда не бывает идеальной формы поэтому мы постараемся его немножечко отбить так чтобы сделать его более удобным для того чтобы него можно было заворачивать значит отбивать я рекомендую всегда только ножом никогда не пользоваться никакими молотками которые раздавливают мясо и вот таким вот образом придавая форму если хотите можно кое-где вот так вот надрезать поможет немножко отбивать прямо вот такими несколько таких надрезов можно сделать ничего идеального здесь у нас не получится как видите мы немножко можем его форму изменить это в принципе то что нам и нужно вот так вот надрежем этот кусочек и он у нас будет уже чуть-чуть пошире переворачиваем то же самое с этой стороны вот примерно так теперь наше отбитое мясо мы посолим с обеих сторон посыпем нашими специями это конечно все сугубо индивидуально кто как любит одну сторону точно точно так же и другую кумен можно использовать карри или тюрмерик это кто что любит так теперь эту более нарядную сторону делаем внешне а во внутреннюю внутреннюю сразу начинаем заворачивать значит начнем мы с более узкой стороны внутрь и будем заворачивать сторону более широкой значит распределяем нашу нашу зажарку равномерно по нашему кусочку и постараемся это дело завернуть вот таким примерно манера вот что-то в этом духе у нас должно получиться теперь вопрос в том как это все закрепить можно использовать специальную бечевку меня сегодня нет поэтому я по простому попробую закрепить просто вот такими деревянными палочками несколько раз проткнув и вот таким образом не всегда легко дается но в принципе ничего здесь особо сложного нет и вот так вот вот так вот затягиваем если здесь что-то у нас не совсем хорошо держится значит можно взять вторую палочку они потом снимутся когда у вас уже все готово да вот у меня тут получился слишком широкий край я ее перпендикулярном направлении направляю вот так вот примерно так она будет выглядеть теперь мы можем лишние края обломать а можно это и не делать потому что в духу духовке в принципе это все все равно вот что мы еще можем сделать мы можем перед тем как ставить духовку моего смажем смесью масла и бальзамик винегар я покажу буквально перед тем как буду ставить значит последний этап перед тем как поставить духовку которая сейчас как раз разогревается сделаем небольшой такой разведем примерно пополам оливковое масло с с винным уксусом бальзамик винегар и вот так размешаем чтобы смазать чтобы у нас побыстрее образовалась корочка так вот примерно так это будет выглядеть и еще смажем нашу форму масло я пользуюсь кисточкой чтобы у нас ничего не прилипало также самой кисточкой смазываем наш рулет вот буквально таким манером духовка должна быть ну можно делать по-разному я последнее время предпочитаю такой американский способ начале на очень большом огне примерно минут 20 а потом нужно правда дольше еще часа полтора два вот но зато получается очень нежная хотя в принципе можете делать и на обычной температуре 180 цельсия или 350 фаренгейта но я сейчас поставлю на 420 фаренгейта это примерно 215 220 цельсия на 20 минут а потом сделаю совсем небольшой огонь чтобы она просто у меня долго стояла и грелась в этой духовке примерно 200 чем-то градусов фаренгейта вот так вот так выглядит будет наша мясо перед тем как мы ставим его в духовку ну вот наше мясо готово только достали из духовки значит я перекладываю на дощечку вот теперь значит все время все что это заняло это значит примерно полчаса при высокой температуре и два часа при температуре 220 фаренгейта или примерно 150 цельсия вот мясо готово значит мы теперь можем его разрезать тут наши палочки закрепляющие легко удалось просто вытащить значит давайте посмотрим что у нас получилось с нашим рулетом примерно будет это выглядеть поломалась я думаю что это не страшно перекладываем на тарелочку не знаю как удастся ли меня подобрать давайте еще попробуем кусочек может этот у нас не разломается все равно отломался но я думаю что ничего страшного вот так выглядит наш рулет который наполовину можно сказать импровизация приятного аппетита